Выгодно покупать автомобили Рено в Нефтекамске! Террамобил на Янаульской 1А У сладой для ушей этот звук не назовешь, зато по типу сигнала, который издает металлодетектор, можно с точностью определить, что пытается пронести человек. Я старался пронести его пистолет. Спешим успокоить родителей, это так называемый муляж. А современные металлодетекторы не просто отвратительно пищащие устройства. Данная рамка способна отличить мелочь или связку ключей от пистолета или ножа и подать соответствующий звуковой сигнал. Идет определенный звук, который указывает, что в кармане или в сумке находится какой-то большой предмет, выше указанной нормы. Там происходит совсем другой звук и подается двойное значение. Есть красный цвет и тут же загорается черный. То есть придется этому человеку показать на досмотре, что у него проходит. Оборудование приобрели за счет республиканского бюджета. Изначально планировалось, что оно будет обеспечивать безопасность в самую горячую школьную пору. Городским округом город Нефтекамск было закуплено 19 единиц рамочных металлоискателей. Они установлены во всех образовательных организациях, в том числе в образовательных организациях, где будет проходить единый государственный экзамен и основной государственный экзамен. Но до экзаменов еще далеко, а пригодятся эти рамки уже 18 марта, когда в школу устремятся жители соседних домов, чтобы отдать свой голос за кандидатов в президенты страны. Учитывая количество людей, которые побывают на избирательных участках, мера отнюдь не излишняя. Мы успели установить к 10 числу 19 рамок на 19 объектах, где будут проходить выборы. И в том числе были задействованы все объекты, где будут проходить экзамены. Они будут работать на постоянной основе, особенно когда в образовательные организации ходят люди приглашенные, незнакомые со стороны посетителей. Они обязательно будут обязаны пройти досмотр через эти рамки металлодетектора. Оборудование установили, проверки провели, персонал обучили. Как говорят, осталось только психологически подготовить вахтеров к этому нововведению.